Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Шесть порожениц в родовом зале. Ты давно такое видела? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бэби Бум плюс неуменяемый Донцов минус Бахметьева и Лазарев. Переживем? Раньше как-то без Бахметьева мудрям сражать. Ничего. Да, девки, вся наша старая гвардия собралась. Еще Донцов потянутся. Полный люкс-пакет. Таташа, алло. Да, я буду ночью здесь. Да, хорошо. Все скоро. Таташа, алло. Да, я буду ночью здесь. Слушай, только что Донцов-то звонил в истерике. Ну? У его ненаглядной Асеньки вроде как бы началось. Но судя по тому, что он говорит, опять тренировочные схватки. Еле удержала его. Рвется сюда и ее привесет. Слушай, я бы вообще издала закон запретить докторам присутствовать на родах собственного мужа. Ну, задолбает ведь и нас, и ее бедняжку. Да, за нашла бедняжку. Ну? А что, с первой женой он тоже так носился? Я тебя умоляю, его и на родах-то не было. Два парня, три спокойненько родились без него. Ну, а что вы хотите? Когда жена в два раза мало-жунул, и не так запляшешь. Ну, правда же? Дуры вы, девки. Кто он любил? Как друга, как жену, как соратника. А эту любит, как доченька. Ну, высекли разницу. А вы полное раскрытие. Отвезет все-таки ваше Бахметьево. У меня вон полный родзал, а мы фанфары на конференции. Привет. Да, Андрей Павлович, в руке. Так, с вами. Подождите, ну, я ради вас туда и едем. Значит, вы доклад прочитаете. Какая гарантия, что она завтра будет в Москву? Знаете что, я за вас доклад читать не буду. Так что давайте завтра в утро, мы должны быть в Москве. Мы ваш дом. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Пойдемте. У нас кошмар. Пахните, без мальчика. Андрей Павлович? А он не едет. Они завтра вместе прилетят. Если ее вазер побечит. Чем сейчас занимаются? Понятно. Да вы не расстались, у меня. У вас вся Москва впереди. Он приедет, куда он денется. Ольга Леонидовна. Ольга Леонидовна. Ольга Леонидовна. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так. Поднимаемся. Продолжаем. Давай-ка, просыпаемся. Садись. Садись. Держи. Так, вытянь. А что это за плетка? Парцтамол. А у тебя что, аллергия? Нет, на эту нет. А теперь минуту. Целеком. Целеком-целеком. Скажу, руль давай. Держи. Держи, держи. И чай. Чай с малиной. Ничто так не заливает температуру, как витамин С. Дедовский метод? Он не дедовский, скорее отцовский. Зато запатентованный и многократно проверенный. А у нас в Иркуте никаких цех, кроме как в аптеке, не было. И мама меня постоянно им кормила. А папа ругался, зачем так много таблеток. Ты что? Родилась в Иркуте? А то. У меня даже медаль есть. Человека, рожденного за полярным кругом. Вот откуда такой характер? А характер у меня мамин. Вообще, я мамина дочка. Ты черепей. Убийцы. 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 Так, это еще не семья. Да, почему это не семья? Да потому что жизнь настоящего мужика с первым ребенком не сильно меняется. У матери да. Но ты все так же суетишься, с друзьями тусишь. А когда второй родился, тут уже все, некуда деться. Тут уже совсем отец. Да. Здравствуйте, извините, а не подскажете, кто здесь крайний? Садись, мужик, тут все крайние. А там уже как бог решится. Владимир. Очень блядь. Вот если б мужчины всегда на женщин такими глазами смотрели. Слушайте, ну не томите, а. Фатахов. Я? Дочка у вас родилась. Пойдем знакомиться. Владимир Антонович. Владимир Антонович. Очень приятно. Если не хотел попробовать, как температура. Знаешь, мне кажется, мне уже лучше. Ну что, давай-ка проверим. Держи. Я в детстве так не любила болеть, что мама все время придумала какие-то игры, чтоб меня отвлечь. Она вообще была очень весела. У нас была одна самая-самая любимая игра. Какая? Правда или желание. Не знаю. Ну, это когда я тебя спрашиваю, правда или желание. А ты, если ты выбираешь правду, ты должен честно ответить на любой вопрос. А если ты отвечаешь желание, ну, тогда ты должен сделать то, что я скажу. Ну, серьезно, как? Взрослая. Что ты выбираешь? Я? Правда. Что было в твоем детстве самое-самое яркое? Зима была очень грубой. Летом было очень жарко. Волкоградные наркоты. Хорошо. В детстве я больше всего хотел вспомнить, как выглядит моя мама. Она умерла, когда мне было пять лет. И запах я помнил. Лесу нет. А все фотографии отец прибрал куда-то, выбросил, чтобы не напоминал. Наверное. А потом он отправил меня в Суворовск, учащий и детство. Кончилось. Сразу как-то. Так вот. Ты учился в Суворовском в Москве? В Твери. Ладно, давай, давай посмотрим, что с температурой. Даже семь и три можно ехать. Ничего себе. Да. Наталья Владимировна, женщина, вы. Стойкая. Может, действительно пронесет. Ладно. Тогда я, наверное, отклонюсь. Лечись. Чай. Четвертинка лимона. Целиком сокружаю. Вот. А я завтра заведу и посмотрю, можно ли вас, так сказать, брать в столицу. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, Саш, ну, Саш, ну, я же не коллега и рожаю просто. Так, ты бы глядил, пожалуйста, просто о рожаю. Да я бы глядил. Ну, больно. Ступенька, осторожно. Осторожно. Стой, стой. Стой, стой! Слушайте, Донцов просто сволочь. Всю ночь за него тут проторчет. Ведь спасибо-то не скажет. Конечно, я про это же. Он всю жизнь такой был. А Маринка первая его жена была чудная девка. Подорбатилась на него полжизни. В общаге здрасте. Одни макароны пустые ела, детей нарожала. А как состарилась, все не нужна на помойку. Ну, на какую погоду. Он ей все оставил. И квартиру в центре, и дачу, и машину. Сыновьям помогает. Ну, еще бы он ничего ее не оставил. И детям не помогал. Детям? Да у них уже своих больших детей. Правильно, очень им нужны дядя или тетя. Моложе их. Слушай, ты так заступаешься, как будто не Маринку и тебя бросили. И слава Богу для своих детей. Единственное и неповторимое. Тихо, тихо. Уже не будет жизни, а больше. Тихо, тихо. О, а вот и наша Асенька. Ну что, все тренируемся или рожать наконец будем? Все верно? Не до шуток. Да брось, командир, не донесешь. Донесю. По траву идите. Все. Миша, дожили Донцову и не до шуток. Вот так. Никаких шуток. Иди. Я серьезно пойду посмотрю. Эй, 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 мужчина, алло, алло, алло. Куда, куда, куда? Казакова. Куда? Казакова, Казакова. Какая такая Казакова? Казакова, ну красивая, блогинка такая, с родинкой. Родинку полная. Родила? Все в порядке. Родила. Родила. Родила? Да. Девочку? Мальчика. Как мальчика? Нет, подожди. Иди сюда. Подожди. Подожди. Куда? Кузи показывала. Так, подожди. Нет. Вот, вот все. Где? Пожалуйста. Вот мальчик. Три восемьсот. Все в порядке. Поздравляю. Спасибо. Узи. Пошел чему верить? Узи. Три восемьсот. Слушай, не понимаю я вас, мужиков. Все пацана хотят, а ты и наследнику не рад. Да рад я, рад, но... У меня двое, и так пацанов. Не, можно... Не-не-не-не. Давай-давай-давай. Пойди-пойди, посиди при баночке. Перед баночкой посиди. Давай. Не-не-не-не-не. Давай, не здесь. Ну... Давай в предбанник по-хорошему. Давай. Ну, давай. Сын. Сын! 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 Вот теперь да. Берем. Сын! 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 Ольга Леонидовна Ольшанская. Я обещаю нашел в ураторию. Очень приятно. Юлия Васильевича. Комогоров, да. Я, конечно, знаю. Я читала множество ваших работ. Очень приятно. Олег Владимирович, я что-то нотарию Владимировны не могу найти. Она будет смотреть на увенную. Я буду встретиться с валютой. Просто вечером поделась температура. А сегодня уже все в порядке. А нам не надо. Узнаю Наташу. Сколько я знаю, никогда балет не умею. Как много знаете? Ну, давно, да. Двенадцать лет. Ну, я на время вас покину. Мне показалось, или в его словах было как-то больше чувства, чем просто разговора ученицы? Мне показалось поглядеть. Что уже? Ага. Сын. Сын Юния. Сын у меня родился. Сын. Поздравляю. Спасибо. Бранш у Пулевки. Тихо, тихо, тихо. Дождемся схватки. Так. Тихо, тихо. Не дергайся. Потерпи. Угу. Ну, плоский совершенно. Такой плодный пузырь. Вообще не выпячивается. В схватке совершенно. Понятно, почему слабость. Ну, да. Ничего, Васька. Потерпи. Сейчас все наладится. Наладится. А вы как бы раньше не видели, что он плоский. У него уже биохимическая усталость, палец, мускулатура. Ты побольше говори незнакомых слов. А потом еще недостаточно боится. Все в порядке, Евгения Юрьевна. Я не боюсь. Я не боюсь. У меня муж анестезиолог, реаниматор. Да, Саша? Если я умру, ты меня оживишь, да? Что? Ты еще будешь сто лет жить. Знаешь, как в народе говорят, женился на молодую, расплатился сполна. Она никогда не увидела его молодым, а он никогда не увидел ее старым. Слушай, что надо? Вот это ты, значит, умрешь, а я об этом со всем разбираюсь. Да, плати, похороны, бумажки всякие. Господи. Я понятия не имею, сколько это все стоит. Два сапога. Ау. Что там? Ну что-что, оболочки развожу. Так. Аккуратненько. Потерпеть. Зла? Угу. Тихо-тихо-тихо. Давай ножку сюда, молодец. Ага. Тихо, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас мы все тут разведем. Что запаковали ребенка в целлофан, а давай ныряй. Сейчас усилится схватка. Он что, амфибер, что ли? О, развели. Я сейчас тебе эту диноку. Ты? Я? Ты? Вызови дежурного анестезиолога. Ну, конечно. Я вообще в этом центре сам опытный анестезиолог. Анастезиологи, пока я еще здесь, заведующий отделением. Я никому не позволю размахивать иглы на попасной близости от спинного мозга и сухой. Именно что? Твои тут упруги? Мы с моей начальник беременности, гемона жили. Как в выходные, так прям по-русписанию. Только, ой, девушка, у вас упал. Ой, спасибо. Что тянет? Ну, я ее в машину и в госпиталь. Пока десять штук не обедим, мы успокоимся. И будем лишь к самому. Я люблю, когда поябить. Да? Чего, часто бывает? Да. Пятый раз уже. Ого! Хорошей семье должно быть в другом речи. Егоров! На выход. Дочка у вас. Поздравляю. Что знакомиться, пойдем? Ну, так как же. Ну, пошли. Ася, Аська, ну, складка закончилась. Угу. Давай, девочка, положи позу имприлу. Давай на бочок. Да как? Как же ваш снегер в церкви нашли, что ли? Нет, это как нигер, на поверьте. Ася, ну мешаешь. Ну, что? Ася, я тебе сейчас ата-та сделаю. Что ата-та? А что он мне смешит? Ася, ну, я тебя прошу. Ребят, соберитесь. Между прочим, в Америке запретили Гекель-Берифина из-за мертвеновских неедров. Ребят, смешаешь. Ребят, смешаешь. Вы обижаетесь? Он уже третью ночь не спит из-за моих тренировочек. Да я не обижаюсь, Ася. Просто заведенка своих не-не. А он тебя и так от жалости уже переколол. Ну да. Все, дыши. Отдохни пока. Привет, небожитель. Можно? Что-то какой-то у тебя скромный обед. Ну, у нас сегодня роды в режиме наосток, так что одна надежда на ужин. Слушай, тогда у Ольшанской это было не случайно. А, а я думала, случайность это когда один раз. А когда два, это уже система. Руслан Евгеньевич, любовь до гроба меня мало интересует. Я просто подумала, это может быть нам пройдет удовольствие. Елизарова, а в чем дело? Почему, когда все работают, ты охлаждаешься? Дина Рафаиловна, вы знаете, уезжая Наталья Владимировна, как-то забыл у меня предупредить, что я теперь вам отчинаюсь. Да что вы? Кашину позвайте. Нет, не нужно. Я пойму. Разрешите? Руслан, ты что, серьезно? Ты о чем? Ты что, не понимаешь? Это фифа хочет тебя в ЗАГС затащить. А не смейся. Потом не отвержишься. Диночка, я уже взрослый мальчик. Ну хорошо, взрослый мальчик. Только не забудь предохраняться. Таким образом, наши исследования были успешно закончены. Должен заметить, что результаты превзошли все ожидания. Сейчас наш институт ждет подтверждения финансовой поддержки. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание. На следующий докладчик Бахметьева Наталья Владимировна, заведующая обсервацией Санкт-Петербургского государственного центра российской медицины. Здравствуйте, коллеги. Месяц назад к нам в отделение поступила женщина после автомобильной аварии на 27-й неделе беременности. У нее была зафиксирована смерть мозга. Жизненные показатели плода падали. Пашка, ты читаешь мои мысли. Спасибо большое за крот. Пожалуйста, я тоже смогу полюсь. А я сегодня сплошная работа еще. У нас все равно все работает. Ты во сколько освобождаешься? А что? Мы с тобой в театр собираемся. Ты что-то забыла? Пашенька, миленький, слушай, у меня сегодня никто не получится. Ну прости, пожалуйста. Есть момент? А в окраине? Да нет. Паша, я конечно понимаю, что мужиков хотелка сильнее мозгов. Но не надо отрубать их окончательно. Дина Рафаэльовна, я не хочу обсуждать сегодня что-то. А что обсуждать? Да у нее на лбу написано «сердечность». На, будешь? Спасибо. На стройке 30-ти недель эксконсилиум было принято решение отключить мать от аппарата искусственного кровообращения. Пациентка была разрешена путем операции детского сечения. После извлечения плода отключена от аппарата искусственного кровообращения. Новорожденный был на искусственной вентиляции легких. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хотела бы попросить закончить доклад моего коллегу Андрея Балыча. Лазарева, зав. отделение неонатологии. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Простите, где мы с туалета? Сейчас провожу. Так. Дорогие коллеги, разрешите продолжить? Ну, рано ты ее на Рахмановку потащила. Слушай, с этой вашей эпидуролкой непонятно. Когда рано, когда вовремя. А дуться здесь удобней. А, Асик, катилась? Заяна. Ты ей что, слоновью дозу вкатилась? Как же не заведующий? Ну, перестань, честное слово. Ой, начинается. Так, хорошо. Спокойно. Давай, давай, тужимся. Хорошо, молодец. Давай, давай, вниз, Асенька. Давай, моя хорошая. Давай. Ну, подай, алкому. Ну, еще. Саша, меня не анатолок потом убьет за ребенка. Не плевать на вашего ребенка. Давай, миленький. Ура. Ну, поздравляю, граждане родители. Девочка у вас. Ну, что, Александр Анатольевич, хочешь сам в воюнку-то перелезть? Ну, куда ты пошел? Встань на место. На место, сей. Ну, на. Мама, и вот тут вторую, вот здесь. Алла, да? Не целый. Так, Саша, давай отсюда. Все, Саша, давай, все в следующий раз, быстро. Забирай ребенка. Миша, Миша. Забирай. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все, спокойно. Делаем ручное. Все, детка, все будет хорошо. Спасибо, правда. Я… Здрасте. Спасибо. Спасибо. Спасибо, очень рад. Спасибо. Спасибо большое. Андрей Павлович, поздравляю, очень хороший доклад. Мне все понравилось. Особенно рокировка в середине. Вы так и задумывали? Да, это просто. Ну, чтобы выделиться на общем форме. А, вам удалось. Поздравляю. Наталья Владимировна, мы вот с Андреем Павловичем говорим про ваше выступление. Поздравляю. У вас успех. Спасибо. Жалко, я пропустила финал. Что-то случилось? Ничего особенного. Просто прилетело с температуры. Ну, геройство у Натальи Владимировны в крови. Я это знаю. Извините, я вас оставлю. На некоторое время дела. Хорошо. Еще увидимся, да? Правильно, мы тебя выпустили из постели. Все нормально это. Ничего особенного. А какая сейчас секция? Да никакой сейчас секция. Сейчас идут в гостиницу, успеваешь таблетку отваром из тормоза из платья. Надо же успеть закрываться до банки, да? Саморядов не замыкли не ввастит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Порадуйте. Нет почему? Всех раскидали одна ваша сопротивляется... Сложение? Да нормально все, не волнуйтесь. Дома-то хоть были? Да был я уже. Два раза ездил. А я ведь сутки уже здесь. Это нормально, когда первый ребенок? У вас же первый. Это у нее первый. У меня уже двое. Ух ты. Ну ты и прыткий. Да я не планировал. Случайный секс. Залет. Потом Женя имел 20. Я знал, что плохая идея, но... Чувства долгая, иногда... Очень хорошие чувства. А потом что? Полюбили жену или смирились? Да и потом уйти решился. Она опять забеременела. Потом я влюбился. Впервые. И не в нее. И оставили двоих дизвижек. Не, я не осуждаю, я констатирую. Нет. Я им квартиру оставил. Детей каждый день в школу вожу. Делаю, что могу. Все, отмучилась? Девочка у вас. Тьфу ты, так и говори. Так и говорю. Проводите его? Пойдемте, распродожу. Пойдемте, все хорошо. Вы извините, она в плане человеческих отношений... Алё, Пишлан Евгеньевич, я уже еду. Пойдемте, все хорошо. Как тебя разбудить? Пожалуйста. Гемододинамика в порядке. Пронесло. Та-та-та-та. Ну что, с дочкой тебе? Тара, ты черт. Иди уже, отдыхай. Напейся на радости. Обижаете Александра Анатольевна? Я здесь буду неотлучно. Сейчас мы ее перевожем на кушеточку. Сашечка, я сама лично простою над твоей Аськой три часа. И каждые две минуты буду заглядывать туда, куда нужно. Иди ради бога. Так что ни один эритроцитик. А Светик, собственно, лучше от палочки будет размазывать время свертывания. Да, Светик? Конечно. Честному слову, Александр Анатольевич. Девчонки, слушайте, я вам так благодарю. Мишка. Иди уже, имя дочки придумывай. Давай, Саш, дал. Живот. Пока, сейчас. Да нет, Вера, надо было неожиданно, конечно. Спасибо. Ну, ладно. Скажут, что вас не пить, и на этом не сказать ничего. Когда, Вера Николаевич? Да, я спал. Вы тут не скачаете? А уже нет, к тому же, еще не все собрались. А что мы тогда димематиками делать? Надеюсь, не разболелешь? Да нет, обещал убить. Вы очень страшны, банальная дроссия. Да я думала, токсикоз. Может, и женщинам такое случается? Женщинам случается. Нам-то не знать. Прийти в женскую консультацию, уж извините, прийти вовремя. Но многие просыпают врачей. Вот и вот. Извините, я не буду обещать. Замечательный доклад, Академия. Просто блестящий. Это все, Андрей Павлович. Но главное, что все мы на должном уровне. Как все чувствуете? Спасибо, Лучше. Пока. Да, пожалуйста, держись. А что там? Ну, пусть я на таблетку. Олег Павлович, можно тебе на ночь? Пошу шикаться. Да, конечно. Очень жаль, что я подвинула, что вы посетили все самое интересное. Знаете, Верга Леонидовна, я привыкла думать, что все самое интересное им всегда впереди. Очень оптимистично. Вы будете не против, если я Андрея Павловича продвину? Мне кажется, об этом лучше спросить у Андрея Павловича. Андрей Павлович. Понял? Извините. Субтитры создавал DimaTorzok Солнышко. 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 Прости, пожалуйста, своего старого глупого папу. Солнышко. 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 Тебе не надо искать квартиру. И заживём был бы несчастный? Да. Как звучит? Прекрасно. Ну а ты не должна поставишь подняться. Вон вот в родину, это как же то. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Одна, Ольга Леонидовна. А это не вдруг, Олег Викторович. Это мое нормальное состояние. Перманентное в последнее время. Знаете, какое у меня главное умение? Не подать виду. Не подать виду, что мне хочется выть. Голос каждый день. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здрасте. 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 Так, не туго? Порядок. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, ну что? Ой, ну что? Надо посидеть. Мужчина! Мужчина, вы живы? Поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. В каком умере остановилась Махметьева Наталья Владимировна? В триста четырнадцатом. Спасибо. Но она пока не возвращалась. Вы уверены? Абсолютно. Ключ на месте. Ага. А Лазарев Андрей Павлович? У него триста двадцатый. Но он тоже пока где-то гуляет. Ага, спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, понравилось? Еще бы я на коньках не стоял, лет двадцать. Я здесь жила лет с одиннадцати. Да, мы переехали, когда мне было одиннадцать. В смысле, из севера? Из Воркута. Точно. А зачем? Мне сначала не говорили, а уже потом я узнала, что мама приехала лечиться. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Холодно здесь. Пусть дальше пойдет. Пойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok